Всем здрасте! Едем с вороном. Как обычно, фото-видео охота, поиски зверя, красивых рожек. Лес по-разному. Есть вот такой лист распустившийся. Есть меньше, есть больше. Ветер дует сильный, довольно таки может быть еще не стихнет вечером. Получится что-нибудь заснять. Если нет, то нет. Вот как-то вот так вот. Ехали мы в общем с вороном вот этой тропой по Молотнику. Здесь короче у них перекресток. Туда, прямо на поле. И туда выехал там вроде на поле короче кто-то ходит. То ли коза, то ли козел конечно. Не знаю. Козы меня мало интересуют. А вот рогача поинтересно было поснимать. Короче две штуки там. Это вроде коза, а там наносигалеток. Попробую сейчас накраивать и поглядеть. В общем, что я скажу. Меня зверь спалил. Сигалеток. Сигалеток. Туда сигалеток. Вроде. Может успокоиться еще. Ветка громко стукнула по сумочке от камеры. Глад вообще-то смотрит мимо меня. Вот такие полянки у нас уже зелененькие. Все, начали кушать. Сейчас посмотрю и дальше поедем тогда. Три сигалетка. Мне казалось один большой какой-то, далека. В общем, не знаю, побежали они, не побежали. Все по очереди на меня поглядели и начали в другом направлении двигаться. Вот такая листовая зелененькая уже. А мы едем дальше. Да, ворон? Вот уже нынешние подчесы. Старый. Старый. Свежий. Живет тут рогатик. Только какой? Мы никого с вороном не видели. Никого. Когда-то токти деревинный был. Тут уже в кустах. И что-то я сейчас схожу и никаких признаков не могу найти. Такуют они тут или не такуют, или сместились куда. Хотел шалашик обновить. И фотоохоту провести. Ничего-то я не знаю. Наверное, проще съездить отдельно, посмотреть. Вон там вот он был. Я уже вроде как-то видео снимал. А основной как бы ток вот тут по молодняку был по краю. Здесь не видать ни на странах. Нету. Ну и травы конечно тут не понять, чтобы выбита была. И макушки на березах вроде все целые. Тогда много было наломанных. Так что сейчас еще заедем поглядим. Пока время есть. И поедем дальше. В общем было штуки четыре. Пока коня привязывал. Куда-то все делись. То ли вот этот разогнал. Идет такой деловой. Это природа, это все естественно, что он делает. Так, ладно пошел я обратно за вороном тогда. Скрадывать мы его не будем. Далеко. Тем более идет в другую сторону. В общем козлик меня спалил. Уже маленько рыжий. Время уже много. Почти восемь часов. Стоит далековато. Уже солнца нет. Видно плохо. Но рога вроде как твердые. И где-то слева я еще видел далеко одного. Вон там он, короче, вон белое пятнышко. Там рогатый козлик. Может успокоиться. Попробую подойти. В общем, козлик успокоился. Лег спать. Рога твердые, ага. Сейчас попробую подойти. Плохо, правда видно в какую сторону смотрит без камеры. Но насколько подпустит, настолько подпустит. Че, наверное, увидел или услышал меня. Там он за ним, он еще один идет. Оттого больше километра. Вот такое расстояние. Это тоже с рогами. Пока, в общем, крался к тому, который в поле. Он там еще сбоку от меня, оказывается, был один. Убежал. Ладно, на поле не ходил. Сейчас солнце выглянуло. Вроде больше стало видно. Вот один. Вон там вроде еще один по центру. Шевелится. А там даже вот он еще к одному уже подошел. Так что их там вот три, наверное. И этот вот здесь вот лежит. Так, все, этот успокоился. Вон там вот один. Еще сейчас где-то одного увидел. Где же, где же, где же, где же. Вот. И этот вроде с рогами. Точно этот, точно с рогами. Так, ладно. Вот этот, может быть, придет к этому, который лежит. Сейчас попробуем. Солнце еще минут 20 будет. Солнце уже почти за лесом. Сейчас очень быстро сядет. Вот ко мне сейчас кабанчик подбежал. 31 шаг. Я думал, его снимаю. Он бежал, короче, вот оттуда с поляны. Я фотографировал закат. Стоял на телефон. Смотрю кабан. Он бежит, бежит, бежит. Окрался я вон к тому козлу. Ну, там сейчас этот шорох утонавел. Булькается где-то. Все еще по лесу слышно. И, короче, так вот стороной побежал. Тут что-то зафыркал, зафыркал. В сторону кинулся сюда. Вот в деревья забежал. От них ломанулся прямиком на меня. Ну, вот добежал, короче, до канала. А я стоял где-то вот здесь примерно. Карался вон к тому козлу поснимать. Капец, блин, лошара. Такое видео сорвалось. Ворон, все еще под впечатлением он. Думал, прям к краям на коня выбежит. А он потом что-то зафыркал, зафыркал на меня. Я в полный рост уже стоял. Думал, все, думаю, даже кинется. Этого-то я и в пятак вырублю. Он ломанулся потом в итоге в сторону. И уже у бегущего, короче, я соображаю, что у меня камера включена на фотографирование. Я даже ни одной фотографии не сделал. Да, Михаил Васильевич, ты лошара. Ворон позорит, как это сейчас будет меня. Вон, уже вижу, что смеется. Кабанчик небольшой, меньше пояса. Прямо, блин, там такая выглядушка была классная. Ладно. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...